Добрый день, уважаемые коллеги. Это еженедельный обзор от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатуллин. Нефтяной рынок переживает у нас довольно турбулентную неделю. Прежде всего, это связано с решением Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Этот выход не стал неожиданным, но некоторые его детали могут вызвать значительные негативные последствия для нефтяного рынка. Вот уже сейчас азиатские НПЗ ищут замену иранской нефти, так как выход США из этого соглашения будет означать новые санкции и значительное сокращение иранского присутствия на нефтяном рынке. Будучи третьим по величине производителям ОПЕК, Иран недавно принял решение сократить производство, несмотря на сильный спрос со стороны Китая, России и других азиатских стран-потребителей. О сокращении поставок свидетельствует и официальная статистика, и данные по поставкам. Но, скорее всего, это связано с предчувствиями руководства страны, что вскоре может снова возникнуть обострение отношений США. И чтобы избежать переизбытка нефтяных запасов, они решили подготовиться к негативному исходу заранее. США планируют ввести новые односторонние санкции после аннулирования соглашения, которые ограничивают возможности наращивания ядерных вооружений в обмен на отмену санкций США и Европы. Эти санкции снова затруднят продажу иранских баррелей на мировом рынке и вызовут дополнительное сокращение мирового предложения как минимум на 1 млн баррелей. Учитывая, что Трамп заявил о санкциях наиболее высокого уровня. Отсюда можно сделать вывод, что размах негативных последствий может превысить 1 млн баррелей и по некоторым прогнозам размер сокращения добычи может достигнуть 3 млн баррелей. Таким образом, Трамп рассчитывает на новые переговоры, которые обеспечат более выгодную позицию США по ядерному вопросу. Или же в их отсутствии дополнительную поддержку американских нефтяных производителей, которые, конечно же, получат основную выгоду от данного политического решения. Можно вспомнить, что их добыча достигла более 10 млн баррелей и дальнейший рост цен на нефть будет стимулировать производство еще более интенсивнее. И, конечно же, более вероятным является именно второй сценарий, где никаких конструктивных переговоров не произойдет, будут введены жесткие санкции, о которых был дан намек. И это же означает минимальная готовность Трампа садиться за стол переговоров. Стоит также вспомнить, что Иран был включен в новую санкционную программу США, которая называется «Противодействие противника Америки посредством санкций». Эта программа дает президенту практически безграничные возможности введения санкций против стран, находящихся в списке. Это Россия, Северная Корея и Ирана. Поэтому даже в случае сохранения ядерной сделки давление на Иран со стороны США может усиливаться из-за помощи Ирана странам, участвовавших в близлевосточном конфликте. Что, в принципе, сейчас и то же самое происходит и с Россией. Однако нужно помнить, что сохранение ядерной сделки действительно может означать негативные последствия для тех, кто делает сейчас ставку на рост нефти. Потому что даже поверхностное изучение данного акта показывает, что у президента отсутствует положение, которое позволяет президенту вводить санкции против иранских нефтяных проектов. Однако, если посмотреть возможности введения санкций против России, то здесь присутствуют нефтяные проекты. Поэтому, несмотря на различные спекуляции, сохранение ядерной сделки – это то, к чему Иран должен стремиться, что позволит ему сохранить как добычу, так и поставки нефти на текущих уровнях. В последний раз санкции против Ирана ограничили нефтяной экспорт страны на 1 миллион баррелей в день. Однако Иран быстро вернул себе статус одного из крупнейших экспортеров ОПЕК после отмены запретительных мер в январе 2016 года. В марте 2016 года Иран добывал почти 4 миллиона баррелей в день, что составляло 4% от мировой добычи. То есть, это действительно является значительной долей в мировом предложении, поэтому любые возможные санкции против Ирана, даже их потенциальная возможность введения, уже вызывает бурную бычью реакцию на нефтяном рынке. Решение Трампа аннулировать ядерную сделку не стало большой неожиданностью для рынков, так как Трамп уже выдавал однозначные намеки о желании развязать конфликт. На прошлой неделе, когда президент США сдвинул сроки по обнародованию решения по иранскому вопросу на вторник, стало ясно, что грядут неприятные изменения. Рынок отреагировал резким повышением котировок, и сегодня рост цен стал следствием не самого решения, а желанием Трампа ввести санкции с самого высокого уровня. То есть, это и стало той неожиданной информацией, которая вызвала такую бурную реакцию на рынке. Как видите, вчера инвесторы продали VTI до уровня 68 доллара за баррель, однако после обнародования решения цены резко ушли вверх и протестировали максимум с октября 2014 года. Поставки иранской нефти на мировой рынок определенно будут падать, и все сейчас зависит от солидарности других стран с решением США. Так, Япония и Корея, политические союзники США в Азии, вероятно, сократят спрос на иранскую нефть. Уже появились данные о том, что японский и южнокорейский НПЗ уже начали искать других поставщиков нефти. То есть, уже процесс переориентации на других производителей начался. Однако, не стоит ожидать того же самого от Китая, России, Турции и Индии, которые являются традиционными покупателями иранской нефти. К тому же, европейские страны, такие как Германия, Великобритания и Франция, поддержившие санкции против Ирана в прошлый раз, выразили намерение придерживаться условий нынешней сделки. Эти противоречия представляют неопределенность для рынков, так как затрудняют прогноз снижения иранского экспорта. Поддержка других стран может стать козырем для Ирана в переговорах и привести вновь к тупиковой ситуации, учитывая, что для Ирана совсем не ново добывать нефть в условиях санкций. По данным сервиса Эйкон, агентства Reuters, поставки иранской нефти в Японию и Южную Корею сократились почти вдвое с пикового значения в 600 тысяч баррелей в марте 2017 года до 300 тысяч в апреле 2018 года. Импорт иранской нефти в Китае снизился почти в полтора раза, с 900 тысяч баррелей в день до 600 тысяч баррелей в апреле этого года. Китай остается крупнейшим покупателем нефти из Ирана и от его поддержки будет зависеть эффективность американских санкций. Для стран, которые будут сопротивляться введению новых санкций, появится отличная возможность снизить зависимость от доллара, так как платежи, вероятно, будут перейдены в другие валюты. Например, для Индии есть возможность покупать иранскую нефть в рубиях, поэтому вряд ли она откажется от поставок, несмотря на возможное обострение отношений США из-за нежелания поддержать санкции. В итоге складывается ситуация, где, несмотря на однозначное решение США, воздействие на нефтяной рынок остается неопределенным. То есть, объем сокращения иранского экспорта, что и представляет собой загадку, пока остается неизрешимым. Исходя из самого пессимистичного сценария, у цен на нефть есть еще достаточно потенциала для повышения, особенно для спекулянтов. Для которых подобные новости очевидный сигнал к действию. Ближайшее сопротивление по бренд это, наверное, будет 80 долларов за баррель, в то время как для VTI это станет отметкой 75 долларов за баррель. То есть, спред сохранится примерно на уровне 5-6 долларов. Анализируя политический реверант США и последствия на нефтяном рынке, стоит вспомнить, что произошло с доходностью казначейских облигаций США после недавнего скачка цен на нефть. Тогда доходность к погашению по 10-летним казначейским облигациям выросла до 3%. Ключевого уровня, который означал переход в ФРЭС к еще более ускоренному темпу нормализации ставок. Тогда же доллар укрепился благодаря притоку иностранного капитала, который ищет высокую доходность. Сейчас доходность может продолжить рост уже выше 3%. Инфляционное давление, конечно же, усилится из-за роста цен на нефть. Поэтому привлекательность доллара будет расти и дальше, из-за перспектив роста экономики. Это, конечно же, вызовет давление на другие основные валюты. На передний план снова выйдет 4 повышения ставки в США в этом году, что уже не оставит сомнений, что доллар будет лидером роста в 2018 году. В отсутствие перспектив в еврозоне и Великобритании давление на национальные валюты этих стран, вероятно, усилится. И недавнее снижение по евро-доллару и фунт-доллару – это не предел. Ралли на фунтовом рынке США, скорее всего, продолжится сегодня в ходе Нью-Йоркской сессии. Будет оставаться стабильным спросом на американскую валюту, несмотря на признаки начинающейся коррекции в зоне 93.50.94. Но серьезную коррекцию, конечно же, стоит ожидать с уровня 94, откуда началась волна продаж в декабре 2017 года. И после завершения этой коррекции можно будет дальше оценивать перспективы спроса на американскую валюту, перспективы спроса на валюты других развивающихся стран, а значит и динамику курсов валют. Поэтому пока что стоит занять выжидательную позицию и ждать, как сегодня пройдет Нью-Йоркская сессия на фондовых рынках США. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Оставляйте ваши вопросы и комментарии. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...